Как это относится к наследию Высоцкого, не спетому им? После него, как известно, осталось порядка 250 текстов. Я считаю, что это надо изучать, как изучает Пушкин, угрызаясь в каждое слово. Есть, например, исполнители, которые неплохо продолжают его манеру. Несколько человек, они имеют в виду Жигурду, есть более современные исполнители, они у меня все в записи есть. И неплохо они эти тексты продвигают народ, не звучат неплохо. Как ты к этому? Я бы не стал петь песни на его стихи, которых нет, ну, записи, которых как песен не осталось. Я бы не стал за него петь его стихи. Я бы не рискнул. Это недостойно. Я не говорю, что это недостойно, я бы не стал этого делать. Вот я сам мне предложил, я бы не стал этого делать. Вот честно хочу сказать, я бы не стал этого делать. Это осталось как стихи одного из самых гениальных людей, когда-либо рождавшихся на нашей земле. может быть стихами это и должно это мое мнение я естественно никогда не лезу и не буду говорить против там еще что то но мне кажется что это вот это как стихи остались и как стихи должны остаться потому что мы не знаем что он какой милой клинтонации хотят положить у него же более совершенно не которые сохранились только в виде двух строчек конечно ну как четверостийшее не закончено его и все равно это замечательно все ну конечно а вы общались с ним я общался с ним несколько раз в компаниях на спектаклях он не был надменным нет он абсолютно совершенно спокойный человек надменности никакой не было правда надо был непроницаем думал о чем-то своем видно что он с тобой разговаривает но далеко но никого не хамство на обменности не было в помине у нее было крепкое честное рукопожатие что меня поражало при близком рассмотрении его лица но она все в оспенках от грима так издалека это было не видно оспенки от грима когда ты близко не увидел это было несколько странно а так в общем в общем это был обычный высоко одаренный человек у которого талант был написан на лице тоже как скажем аркаде сирана тоже не был надменным в общении не меня с вами или слава еще проще если этот был несколько отдален просто силу своего внутреннего мира аркадий северный даже этим не страдал он был совершенно простой доступный человек так что дай бы бог у нас есть план сделать игру игровой фильм о нем где он как бы вернется жизнь название рабочее название фильма будущего возвращение аркадий северного и голос настоящий морская голос аркадий это будет гарик осипов за кадром это будет фантастика он умеет ответственно в голове он конечно изложен там не заявок там разных ну вот дарь госима в этом знают интересный мотор ну вот над этим надо надо найти спонсора потому что настоящая постановка этого фильма обойдется несколько миллионов долларов потому что нужно сделать настоящий фильм я хочу немножко рассказать показать со стороны нашего питера потому что аркадий северного я создавал как противовес владимир семеновичу высоцкого я хочу этот фильм создать противовес тому фильму неудачному где извини меня никита если заткать услышу я считаю что фильм неудачный я хочу сделать достойный фильм посвященный аркадий северного давайте за они встречались не знаете нет никогда книгами тура вера вот там еще кого-то поэтому который за границей и лагина да то есть не просто как попка который скажите мне про высотка все-таки я что-то из себя представлял и поэтому как-то они с это было интересно и они со мной разговаривали мог что-то рассказать им да но я когда говорил с филатом он уже был после инсульта так сказать и все у меня была такая фраза что я вообще не пою я говорит спел только в этом фильме на и жизни начальник уголовного розыска где говорит славровым играл вот это я очень хорошо запомнил он не сказал я просто я тебе хочу сказать что он мне сказал я не знаю его кассирку него я еще и он говорит что мои песни пел володя качан это я очень хорошо помню вот четко что он не сказал абсолютно вообще он я тебе хочу сказать это было поразительно он сидел он уже он так плохо говорил там неприбранная кровать такая знаешь там вот и он сидел одну сигарету курил за другой вот но он я помню я показал эту свою маленькую книгу туроверова он ко мне очень он ко мне очень как-то хорошо отнес фразовую а помню вот в ответ на то что я говорят не пою абсолютно не вот это было сказано я не был к его я не знаю я помню фразу я не пою мои песни поэт володя качан